ПОТАПИНКА БУДЕТ ПОТАПИНКА БУДЕТ Да, друзья, еще раз напомню, что на 21 и на 22 марта в мэрию Москвы поданы от движения гражданское общество два уведомления о проведении митингов против изменения Конституции и против обнуления президентских сроков. Следом же, правда, пришла новость о том, что Собянин из-за распространения коронавируса запретил проводить до 10 апреля массовые мероприятия, если в них участвуют более 5000 человек. А я напомню, что митинги заявлены численностью на 25 человек, но при этом же вчера... 25 тысяч. 25 тысяч, да, прошу прощения. Но вчера же начали проходить уже одиночные пикеты, на которых побывала наша как раз Даша Косенова. Да, их анонсировал Илья Азара, Алексей Миняйло, и я туда приехала в 19.30, это памятник князю Владимиру, он был опоясан уже тогда по очереди. Где нашли вот... Как раз то, о чем сейчас Игорь в новостях, да, бизнесменов. Ну, слушайте, я считаю, что это правильно, давай. В общем, не знаю, почему именно такой выбрали, именно такое место, потому что рядом с Кремлем много разных мест есть, в общем-то, можно было встать и на Манежный, например. Но в итоге именно памятник князю Владимиру выбрали. Я, кстати, впервые к нему подошла так близко, я все как-то издалека лицезрела, а тут подошла близко. И вот очередь из желающих встать в пикет опоясывала этот памятник, у него достаточно большое основание, и там было человек, наверное, сначала 50, потом 60. В общем, я могу смело сказать, что за то время, что я там была где-то 2 часа, ну, 100 человек прошло, точно. Но, знаете, я просто думала, такая повестка, что будет намного больше людей. Правда, я была удивлена, что их не так много, в основном люди молодые. И, в общем, я пообщалась с ними, спросила, почему они сегодня решили сюда прийти, сочли невозможным остаться дома, и вот что они мне рассказали. Я очень недоволен тем, что мы сегодня услышали от Путина в Госдуме. Мы услышали, что он даже не пытается скрывать то, что он хочет править страной вечно. То есть он не пытается там как-то сгладить это через казахстанский сценарий, где он будет главой госсовета и будет теневым таким руководителем. Нет, тут прямо говорят, что хочу править вечно, хочу быть президентом вечно. Такая наглость и такая беспардонность нас очень возмутила, поэтому сюда сегодня пришли. Я смотрел лично трансляцию из Госдумы, когда Путин туда приехал, и я просто не смог, если честно, сдерживаться. Потому что это такой цирк был с конями, что переполнили меня эмоции, негодование. Я никогда, честно говоря, не ходил на пикеты одиночные, но после такого я не мог просто дома сидеть. Это просто задевает мое достоинство человеческое. К каждому из граждан страны он просто плюнул в лицо. Он только что говорил, что он не будет идти на новый президентский срок, и тут же говорит, что готов обнулить сроки президентские. Какова вероятность, что они все-таки возьмут и обнулят, раз уж этот разговор пошел-то? Я готов предположить, что, может, не обнулят, но мне в это слабо верится. Я думаю, что обнулят. Что им как-то мешает? Достатковный суд, естественно, ничего не решает, и государство Думы ничего не решает. Если этот вопрос подняли, значит, как бы была санкция сверху. Значит, так и будет. Пожидали столько людей? Ну, я считаю, достаточно людей собралось. Многие еще так же думают, но сидят дома, они боятся выйти из-за этих задержаний. Ну, это просто какая-то диктатура, мы скатываемся просто в Северную Корею, фашизм. Это бессменный президент, который вводит законы, который запрещает людям собираться и нарушает права и свободы. Я просто не могу сидеть дома, когда такое происходит в моей стране. Я не могу спокойно здесь жить. Я не могу спокойно думать о том, чтобы заводить детей в такой стране, какого-нибудь будущее. Вот мне будет 48 в этом году. У меня была еще какая-то надежда хотя бы в старости увидеть свою родину нормальной европейской страной. А сегодня у меня эту надежду отобрали. Я прибавляю еще 12 лет и понимаю, что когда Путину будет 80, мне будет за 60. Нет, я еще пожить хочу в нормальной стране, поэтому я здесь. Как вы думаете, какова вероятность, что они все-таки возьмут и обнулят? Ну, с учетом того, как все быстро и точно происходит. Вероятность огромная. Вот видите, какой срез я взяла и у тех, кому 50, и у молодых ребят. Но, если честно, у всех такая апатия. Последний раз я это наблюдала несколько лет назад, когда стало ясно, что Единая Россия занимает большинство. То есть все окончательно. Ну, все ожидали, это все было понятно. Но все равно, когда это случилось, во-первых, долгое время не было никаких новостей. Мы сидели все редакции, ломали голову, куда же меня послать, как корреспонденты. Потому что, ну, некуда, понимаете, ничего не происходит. Никаких там не открыть. И все как будто бы замерло на какое-то время. И вот такая какая-то была именно апатия. Другого слова не могу подобрать. Ты знаешь, кстати, именно апатии. Наши слушатели, например, вот пишут сообщение. Именно апатии, они объясняют небольшое количество людей вчера на одиночных пикетах. Сама всегда хожу на одиночные пикеты, пишет нам Татьяна, когда меня что-то возмущает. Но вчера, мне кажется, просто было ощущение, что руки опустились у многих. Но это не значит, что люди не соберут волю в кулак и не пойдут высказывать свое мнение. Кстати, мы скоро послушаем ответ Ильи Азара, почему так мало людей приходит и выходит на улицу. Не переключайтесь. Мы это сделаем через несколько минут. Оставайтесь с нами. Потапенко будет. Да, у нас Даша Касьянова, которая была рядом с одиночными пикетами. Сейчас мы послушаем, что говорила Илья Азара. Да, вчера просто анонсировали эти пикеты изначально Алексея Миняйла и Илья Азар. И я, естественно, когда их увидела, к ним подошла, начала с ними разговаривать. Сначала там будет небольшой комментарий от Миняйла. И вот потом я задаю вопрос Илью Азару. А как вы думаете, почему, когда у нас случились летом выборы и были фальсификации, предположительно? Вот так много людей выходило. А сейчас такая грандиозная история. Ну, если просто сравнить, да, выборы в Мосгордуме, которые, в принципе, на тотальном, вроде как, можно пережить, многие скажут. А здесь, ну, тотальная история, очень серьезная. И так мало людей выходит. Сто человек вокруг памятника стоит. И вот, что он мне ответил. Возмущает именно бесстыдство вот это. Как у БГ пела. Я готов воздать должное величию стяга, но от вашего бесстыдства загорается бумага. И здесь тоже. И поэтому, конечно, мы выходим сказать Владимиру Путину нет. Потому что Владимир Путин — это вымирание России. Владимир Путин — это война. Владимир Путин — это обнищание. И, соответственно, нет Владимиру Путину. Это, да, перспектива для России, для каждого россиянина, а не только для друзей Владимира Путина. Это, да, экономическому развитию. Это, да, мирному небу над головой. И дружбе с нашими соседями, далекими и близкими. Вот как вы думаете, сегодняшнее происшествие, оно может отрагализировать протесты? Мне кажется, что компании нет, вот, в которой несколько политические деятели, общественные деятели выступили против поправок с самого начала. Она поначалу шла немного вяло, потому что, мне кажется, далеко не все люди разобрались, что именно планируется делать. Им задурили голову с помощью вот этих так называемых социальных поправок. Хотя тоже большой вопрос, насколько они реально социальные, повышают уровень жизни кому-либо. Поэтому казалось, что большого количества людей эта компания может не привлечь. Поэтому, там, не знаю, условно, Алексей Навальный и многие другие оппозиционные лидеры, они в эту тему не вылезали и, в принципе, по большому счету молчали по этому поводу. Но я уверен, что после сегодняшнего события количество людей, которые готовы бороться яростно против поправок вечного Путина, должно увеличиться. Ну как, согласны? Скажите, а вот у меня вам вопрос и нашим радиослушателям на рассуждение. Здесь все очень сильно персонифицируется под Владимира Путина. Вопрос. Мы многократно в нашей студии с Дмитрием Борисовичем Орешкиным обсуждали, что персонификация власти, ну такая вот суперпрезидентская республика, может только закончиться, вне зависимости от того, какая была фамилия, закончиться сначала смутой, разборками кланов. Но об этом вся история говорит. Да, ну так уж, это исторические какие-то такие параллели. А потом только приходом военной хунты, а после этого приходом, возможно, демократического некого правительства, которое, может быть, что-то поменяет. У меня вопрос к нашим радиослушателям. Если бы вы могли заглянуть вот в это будущее, которое должно, ну то есть оно все равно пройдет через смуту, там, войну кланов, хунту, и только потом может, может быть, демократию, а это такой промежуток лет 10, может быть, нам правда оставить Владимир Владимирович? А вот смотри, прям сразу приходит сообщение в наш WhatsApp, не топлю за Путина, но и не верю в то, что смена Путина что-то глобально изменит. 730-101, друзья, вы можете звонить также в студию. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, вы в эфире. Меня зовут Алексей, я из Санкт-Петербурга. Мое мнение по поводу всего этого, сейчас просто очень много людей, условно говоря, кто за и кто против этих поправок в Конституцию. И те, кто против поправок, они делятся на две категории. Те, кто не собирается идти, и те, кто собирается идти голосовать против. Вот, поэтому я призываю всех, кто против, не делиться на эти два лагеря, прийти и проголосовать против, потому что порога явки нет, и даже если кто не придет, Владимир Владимирович голосует за, все будет до юра, ну, сшито, крыто, все хорошо. И, соответственно, это первое. И второе. Есть те, у кого опустились руки, вот был слушатель, который звонил в предыдущем течение, и относительно Терешкова в этом высказывался. Вот, даже если вы не хотите идти, потому что, по вашему мнению, что власть уже узурпирована, ничего не изменить, придите, проголосуйте по фану против, и посмотрим, как они будут выкручиваться. Спасибо. Спасибо, спасибо вам. Нам пишут, а как же любимое выражение, если не Путин, то кто? Я всегда на этот вопрос отвечаю. Кто угодно. Они же когда-то Медведева достали, они же когда-то Мишустина из рукава достали в какой-то момент. Ну, то есть, это же, в принципе, можно решать. А вообще, у нас еще впереди очень интересный ролик на эту тему. Владимир Рудольф еще, между прочим, в комментариях, там, ну, обычно же, он, у него подключены эти, как у автоботы, вот. И там обычно это, это вот в самом топе обсуждений. Я все-таки очень люблю наших пропагандистов. У них очень сильно палится, кто их сопровождает. Потому что более-менее какое-то рассуждение начинается с того листа, который практически никто не смотрит. Ну, у нас же практика обычно, все смотрят первый лист, там, первые, там, 10 обсуждений. Или первые 10. А дальше никто не смотрит. И вот первые 10 боты очень правильно там все забивают текстом. И там есть вот этот вопрос. Если, покажите мне хоть кого-то, кто может взять, взвалить на себя эту нишу. Иван нам пишет, хорошо, какая альтернатива нашему президенту? Давайте обсудим, кому это по силам. Вот такая формулировка. Любому директору клуба, загородного клуба. Раз. Любому бывшему начальнику Федеральной службы безопасности. Я вам просто хочу напомнить, что Владимир Владимирович по воле судеб, приходя на должность первого лица государства, не имел никакого послужного списка, кроме директора клуба офицеров в Германии за рубежом. Еще непонятно, как он по новым бы правилам, бы его никто бы не избрал, потому что находился. И второе, он был всего лишь главой Федеральной службы безопасности. Поэтому я боюсь, что выбор у меня будет такой листа на два. Директоров клубов офицеров у нас, находящихся в заграничной командировке, очень много. У нас не только в Германии есть клубы офицеров, которые держат сотрудники ФСБ. Ну, я думаю, что человек, наверное, 50-60 в странах, которых НАТО и где наши вербуют, мы на самом деле... Да нет, Дим, ну это просто какой-то, я не знаю, ну это детский лепет, понимаешь? Вот ай-яй-яй, мы без папы останемся, как же жить дальше? Кто, если не Путин? Еще кто угодно? Ну, кстати, по-прежнему многих людей ставят этот вопрос в ступор, на самом деле. То есть они как-то... от них требуют назвать какую-то фамилию, срочную. Главное, ваша возможность выбора, понимаете, в этом вопросе. Я просто очень много раз это видела, когда приходили провокаторы там на разные мероприятия, на пикеты и так далее. И вот каждый раз этот вопрос, он немножко все-таки заставляет пробуксовывать. Дело все в том, что пропагандисты делают очень правильно, они изначально ставят ситуацию, что от тебя, родной, ничего не зависит, что президент это важная часть твоей жизни, что если не будет какой-то мифологической структуры под названием государство, то ты помрешь. Ровно вот забывая о том, что главная здесь возможность выбора у человека. Самое главное, что, еще раз говорю, государство это ты. И то, что ты есть, и то, что над тобой надстройка, это всего лишь ты кому-то говоришь, слушай, дружок, у меня нет времени, вот тебе налоги, пожалуйста, сделай. То есть переворачивается ровно ситуация. И этот ступор, это как раз и есть базовая проблема. Сначала нужно понять, о государстве надо задавать три традиционных потапинских вопроса. Государство это кто? Государство это что? И государство это зачем? Как только ты себе на эти вопросы ответишь, у тебя перестанет существовать Путин, Навальный, Потапенко, Иванов, Петров, Сидоров. У тебя сразу возникнет сервисные функции. И ты будешь говорить, слушайте, а простите, а зачем мне кто там, Путин, Навальный, Потапенко? Да вообще все они могут отойти в сторону, потому что я работаю, я зарабатываю, я вам плачу налоги. Покрасите мне, пожалуйста, здесь, 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 здесь дорожку сделайте. И, в принципе, я посмотрю, как вы это все выполните, и потом я вас через 4 года, может быть, перебезис беру, а может быть, найму кого-то другого. Вот он должен быть подход. Я хотела вам еще один показать интересный звуковой фрагмент. Ни для никого не секрет, что часто полиция подходит и проверяет документы у тех, кто стоит в одиночном пикете. Но вот вы послушайте риторику, и как это происходило. Проверяли у всех повально, и еще предупреждали, что так будет с каждым. Внимание. Конечно, гражданином Российской Федерации согласно федерального закона, что он совершенно летний, что он имеет право проводить, пикетированный. Поэтому ничего, просто данные запишем. И так будет с каждым, то есть каждый человек будет подходить, будем подходить, брать данные. Обычная процедура. Записываем. А, какой документ? На филиале, Грюч. 31-08-97-го. Страничку регистрации, будьте здоровы. Так, город Москва, улица Грюкова. Зом 22, квартира 61. До какого часа планируете проводить? Буквально минут через 10. Ну, конкретно вы. Минус через 5-10. То есть они проверяли... Они не скрывая, говорят, ребята... Ну просто это так неприятно выглядит, когда... Это мерзко выглядит, когда открывается такой блокнот, и начинается этот список, то есть прям поименно. То есть они это прям переписывали? Да, конечно. Конечно, они же потом это передадут в территориальные отделения. И начинается, а учитесь, там работаете, там прописка, не прописка, регистрация. Потом это все, собственно говоря, вытекает, это фейсом уходит, и фейсы это все благонадежные, неблагонадежные, галочки ставятся. Вот просто было бы неприятно, вчера было очень много студентов. Я, конечно, студенческие не проверяла, но было видно сразу, что это учащиеся. Но самое-то прикольное хочется сказать, слушайте, там кругом камеры, распознавание лиц где? Ну, не всегда камеры там работают. Что? Мы же знаем грустные истории, когда камеры в нужный момент там не работают. Они там работают, они должны распознать, выдать полный профайл и сразу же передать Федеральной службе безопасности, что вот это конкретно подразделение работы с террористами. И да, кстати, запомните, что вот если вы вышли с плакатом уже, вы из очереди вышли уже с плакатом на место пикета, да, то у вас, да, могут проверить документы, а вот пока вы стоите в очереди, это очень такой вот сомнительный момент. Но вчера проверяли и в очереди, и с конца, и с середины, и выдергивали, и у всех кто... То есть просто там было очень много полиции, которая занималась проверкой и переписью населения. Да, вот сейчас ты же на огромном количестве вот этих мероприятий, да, там и пикеты и по Голунову, и по Устинову, и кого только что-то не... Ну вот чтобы вот так, я не помню, чтобы... Да, плюс к этому нагнали автозаков штук пять, наверное. То есть если всех, кто там стоял, рассадить, там еще столько будет свободного места. То есть можно покататься по Москве с мигалкой. Да, и при этом чувствовать себя очень свободно в этом пространстве, потому что было явно больше спецтехники, чем ее вообще нужно было бы даже если бы, ну просто всех вязать, вот всех без разбора. А теперь то, что я обещала, это «Вишенка на торте». Там работал телеканал «Царьград», вот ни разу не смотрела, кроме тех роликов каких-то странных совершенно фриковых, которые гуляют по Ютубу. Ой, ладно, я тебе могу еще списочек дополнить явно. Но зато я часто вижу этих журналистов. Вот на всех мероприятиях я их вижу, и они такие какие-то вот теряются как-то, не знаю, очень забавно разговаривают. Им все-таки до провокаторов не хватает образования, видимо, их еще не поднаучили. И вот они пытаются что-то такое записать себе, провокационное, да, для канала, и разговаривают со всеми, кто выходит в пикет. И задают наш любимый вопрос, кто или если не Путин. И вот разговор явно в шуточной манере им отвечает молодой человек. В общем, вот так все это звучало. Вот, предположим, в 2024 году Владимир Путин оставляет свой пост по Конституции, да? Кого вы видите на этом посту? Любого человека, который изберет российский народ, который будет допущен к выборам согласно Конституции, а не представлением о прекрасном Элле Александра Панфиновой. Но у вас есть какой-то свой кандидат? Вы сейчас вот можете назвать? Кто у меня будет кандидат в 2024 году? Нет. Простите, я не так далеко могу заглянуть в будущее, чтобы знать, за кого я захочу голосовать через 4 года. Вы же должны представлять, кто из людей, которых вы вот говорите, должен поднимать страну, да? Я считаю, в нашей стране масса людей, которые способны справиться с этой работой, гораздо лучше, чем Владимир Путин. Хотя бы одну фамилию можете назвать? Илья Азар, вот, например. Илья Азар, кто это? Мой друг. А, то есть ваш друг способен поднять российское колесо? Любой человек способен править этой страной лучше, чем Владимир Путин. Любой. Любой. А значит ли это, что Владимир Путин прям совсем плохой руководитель? Прям совсем плохой руководитель, представляете? Совершенно плохой, абсолютно плохой. А там Илья Азар просто рядом стоял, поэтому молодой человек так взял, голову повернул направо и такой, да вот же, вон он стоит. Ну вот, например, Илья Азар. Просто больше никого рядом не оказалось. Пацан молодец, красавчик. И, кстати, многие так хорошо и бойко отвечали, то есть, на самом деле, может быть, действительно не хватило профессионализма ведущему, чтобы так на них нагнетать, да? Но там были просто гениальные ответы. Например, подошел он, кажется, как раз Миняйло и спросил, что его там не устраивает. Он говорит, вы знаете, у нас 30 миллионов в туалет ходят на улицу в минус 30. Типа вас как устраивает? И тот сам теряется. Говорит, а у вас есть родители? Они пожилые люди. А у них сколько пенсии? Вот у моей мамы 15. И вот они вот так вот начинают разговаривать, и он реально теряется уже журналистом. Дорогие мои, когда вам будут задавать такой дурацкий вопрос, если не Путин, то кто? Отвечайте. Я лично. Точка. Итак, вы лично, почему, что минжуетесь? Вы лично можете быть президентом Российской Федерации. И на вопрос, если не Путин, то кто? Отвечайте. Я лично буду президентом Российской Федерации. А нет, а еще лучше говорить, да хотя бы ты. Ну или хотя бы вы, если вы разговариваете с знакомым человеком. Нет проблем, если да. И это совершенно четко ставить людей в тупиковую ситуацию. Абсолютно. Согласен. С Дашей согласен. Вот вы лично, я буду голосовать за вас. Да, вот вы, вы корреспондент там какой-то радиостанции, там телестанции. Вот вы лично, я хочу, чтобы именно вы были президентом Российской Федерации. 730-101, доброе утро. Доброе утро. Алло, доброе утро, вы в эфире. Алло, добрый день, меня Алексей зовут, это город Саврополь. Да, слушай. Что касается первого вопроса, кто, ну, кто возле Путина, да тот же самый Галицкий, причем плохой человек, элементарный чувак, который с нуля все построил, клуб, на который можно смотреть, лицезреть, приезжать, привозить детей. Что касается вчерашней ситуации, которая была, я пришел, ну, часов в 11 домой, потому что работал, на двух работах, работаю, чтобы хоть как-то двигаться в этой жизни. Я могу сказать так, что, извините, за рулем еду, я могу только так сказать, что я в шоке, супруг в шоке. Да, тем не менее, мы теперь всех своих знакомых агитируем для того, чтобы они сходили и проголосовали против. Что касается валить, безусловно, есть такая мысль, вот честно, откровенно, есть смысл. Но что касается будущего, нету, это 200%. Вот и все, и что я могу сказать. Понятно, спасибо. Спасибо большое. Кстати, среди друзей вчера только и было разговоров, как бы, у кого какие планы, как бы отсюда выехать. Тебе, кстати говоря, Миша, в общем, повезло, наши слушатели пишут, что вот этот прекрасный молодой человек, это был сын Сергея Пархоменко. Да? Да. Прекрасный лев, журналист, замечательно образованный молодой человек, с замечательным чувством юмора. И вот наши слушатели, они видели видео и, собственно, опознали его, а некоторые даже и по голосу. Ну, отлично, нет, все хорошо, отлично. Нет, там можно было очень долго писать разговоры с Царьградом, конечно, можно было, в принципе, встать и на 40 минут зарубить хороший ролик, но я не стал этим заниматься. Давайте успеем, еще звонок, 730-101, доброе утро. Доброе утро, слушаем вас. Алло. Да, слушаем вас. Так, доброе утро. Слушайте, а у нас же в Конституцию вносит Бога. Так что у Владимира Владимирович есть очень элегантный способ уйти в монастырь, стать, а лучше в скит, стать каким-нибудь очень цельным, мудрым старцем. С одной стороны, он в домике, сижу в лесу, молюсь колешу, отстаньте, от него все отстали. А с другой, на него может снизходить изорилие, он может что-нибудь вещать. И это уже вне правового поля, потому что через него вещает у нас Бог. Все, Бог в Конституции, вы что, против Конституции? А с третьей стороны, к нему еще могут туда ездить какие-нибудь люди за советом. И опять же, вещать будет что-нибудь внесенное в Конституцию, неподвластное даже Конституционному суду. И он как бы ушел, но и не ушел, и при власти, но никаких обязанностей. И тронить его нельзя, и детей его не тронешь. Как тронешь детей Божьего человека и внука не тронешь? Слушайте, ну это просто... Мы тут аплодируем. Аплодируем. Спасибо огромное, да. А мне нравится, понимаешь, вот есть этот... Но есть же хоть какой-то выход. По-моему, есть этот Сейдбаба называется, да? Вот он какой-то вот гуру, он тоже сидит и вещает, что-то такое, я не помню. Слушай, Владимир Владимирович, представляешь, сидит в челме такой, перед ним паства такая, там воскурение. Борода как у Хатабыча. Слушай, вообще классно, мне нравится, прямо вот есть у нас все-таки люди с креативом, и действительно, ведь нельзя даже его, он не погрешим. Друзья, на одиночных пикетах вчера, которые состоялись у памятника князю Владимиру Баладария Касьянова, а те, кто спрашивает, что там с митингами, пока совершенно непонятно. Почему-то отменили тот, который 15-го будет за поправки в Конституции, я туда тоже хотела сходить, посмотреть, кто туда... Отменили не только это, отменили Крымскую весну фестиваль, отменили. Все это из-за, как бы, распоряжения Сергея Семеновича Собянина о том, что до 10-го или, по-моему, до 12-го апреля из-за угрозы коронавируса больше 5000 человек собираться нельзя. Но под это дело, видимо, и оппозиционные митинги против обнуления сроков президента попадают. Даша, еще раз, спасибо тебе большое. Спасибо. Дарья Касьянова была в студии «Серебряного дождя». Через несколько минут, друзья, мы перейдем к другим новостям. Ждем ваши комментарии. Пишите, звоните про последние новости о коронавирусе. Также поговорим. Потапенко будет. Всем доброе утро. Присоединяйтесь к нашему эфиру. 903-797-6333. Давайте, да, сейчас у нас есть полчасика. Буквально в 10 часов утра к нам придет гость, педиатр Александр Сиволобов. Автор бота-помощника для родителей в Телеграме Сиволобот-блогер. И разговаривать, конечно, мы с вами будем через буквально 20 минут о вирусах, как бы работающих, о неработающих лекарствах, о прививках, о вакцинах, о профилактике. В общем, обо всем, что нас беспокоит во времена коронавируса. Да, не только коронавирус. У нас на 40% скакнул коклюш, так, случайно. А все по причине того, что у нас есть некоторые персонажи. У нас сейчас будет... Товарищи антипрививочники, пожалуйста, собирайтесь в встроенные колонны и в 10.05, пожалуйста, обрушьте нам WhatsApp и SMS-портал 903-797-633. Обзвоните сейчас всех антипрививочников срочно, потому что у вас есть, мы даем вам 20 минут. Вот соберитесь, пожалуйста, и вот всей своей мощью обязательно книжку подключите какого-то там тоже непонятного персонажа. Обязательно все это вывалите нам в 10.05, мы прямо вас ждем. Действительно, число заболевших коклюшем в России в 2019 году составило 14406 человек. Это почти на 40% больше, чем в 2018 году. Тогда было 10 с небольшим тысяч заболевших. По сравнению с 2017 годом заболеваемость коклюшем выросла в 2,7 раза. Выяснили это коллеги из РБК, которые проанализировали, кстати говоря, это официальные, между прочим, это данные Роспотребнадзора, об инфекционных и паразитарных заболеваниях за последние 4 года. В январе 2020 года в России заболели коклюшем 1758 человек. Большая часть из них, это 89%, дети до 14 лет, половина из которых не прививались. Но половину-то прививались? Половина прививались. Вот, все, значит, вот она причина. А то, что касается нашего дорогого и любимого коронавируса. Последние данные, число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 10 тысяч человек. О погибших на сегодняшнее утро сообщается 631 человек. В Китае, с которого началась эпидемия, за сутки выявлены 24 новых случаев заболевания. Из них, точнее, не из них, а еще 22 летальных исхода. И ученые говорят о том, что резко снижается количество заболеваемости в Китае. Я хочу вот это, кстати, отметить. Вы видите, что происходит? То есть, как, ну, говорю, я пока не видел прототипа этой вакцины, и как она там. Но у них действительно резкий спад, резкий спад новых заболевших. В общем, за, там, чуть ли не за последние двое суток, причем это все произошло. Ну, ребята медленно, но верно борются. Они, кстати, между прочим, предложили помощь итальянскому правительству. Отправить врачей, которые имеют опыт борьбы с коронавирусом. Абсолютно логично. В Иране число заболевших превысило 8 тысяч. В Южной Корее зарегистрировано 7 тысяч 775. И в общей сложности по миру, это данные на сегодняшнее утро, с начала эпидемии коронавирусной инфекции заразились 117 747 человек. 4292 человека погибли. 65893 человека вылечились. Говорили мы много про авиаперелеты. Говорили мы с тобой вчера. И говорили о том, что победа, например, у нас коллега Анна Сергеевна Титова, которая должна была лететь в Берлин, ей победа любезно вернула деньги, например, за билеты. И слушатели вчера ругались на аэрофлот. А что это? То, что вот аэрофлот, мол, деньги не возвращает. Так вот, пришла новость о том, что пассажиры аэрофлота смогут без штрафов вернуть билеты и, значит, изменить маршруты или дату перелета в Италию и Израиль. На рейсы в Германию и Францию деньги тебе не возвращают, но при этом остается возможность поменять дату и маршрут. Ну, я считаю, что правильно. Вообще, чем более открытые меры по борьбе с любой инфекцией... Вот я потому что, когда придет у нас, соответственно, наш педиатр любимый. Вот. И я зачту этот пост в очередной раз. Когда я читаю, что 3 миллиона 200 тысяч человек ежегодно умирает от инфекции, 3 миллиона от некоторых странных болезней, от СПИДа по-прежнему умирает 133 тысячи человек в месяц. Умирать так умирают. Но только, понимаете, есть существенные разницы. Су-ще-стве-ны-е. Когда мы говорим про коклюш, прививаться надо. Ну, так уж получилось. Ну, вы можете не прививаться. Только тогда как-то вот маленьким мерком. Я за любые сектанские подразделения. Только давайте секта прививочников и антипрививочников не будет пересекаться. И тогда каждый будет иметь право на свое собственное существование. Почему нет? Ну, согласитесь, это логично. Ну, вот, слушай, нам, кстати говоря, Дима из Химок пишет, что у коллеги на работе болел ребенок, долго болел, диагноз не могли поставить, сдали анализ в сетевой лаборатории, и как раз был выявлен коклюш. Врач в поликлинике сказал, что им, врачам, запретили ставить этот диагноз, и вместо него ставят ОРВИ. Так что настоящее число заболевших, возможно, выше, предполагает Дима. Да у нас, по-моему, все ОРВИ, знаешь, у нас, по-моему, когда горели торфянники, и старики умирали от удушья и всего остального. Не только старики, да. Там много кто умирал, им что угодно ставили. Но это не имело никакого отношения к тому, что горят торфянники, и просто люди задыхаются. 730-101, это телефон прямого эфира, можете дозвониться. Да, любые новости мы обсуждаем. А также, друзья, все, кто ругался на рекламу Орбидола, которая в том числе крутилась в эфирах некоторых наших коллег, так вот, комиссия Федеральной антимонопольной службы признала такие незаконные рекламу Орбидола, ту самую рекламу, где сообщалось о том, что он помогает против коронавируса. Хорошо, пустячок, а приятно. Ну и так и должно быть. 730-101, доброе утро. Доброе утро, слушаем вас. Доброе утро. Доброе. Слушаем вас. Вот много говорят о вирусе в Италии, там, в Южной Корее. Ага. А Монголия, Средняя Азия, они непосредственно граничат с Китаем, и там не слышно вообще ни про одно случай заражения. Это крайне подозрительно это звучит. Не приедет ли к нам коронавирус мигрантами из Средней Азии, которые массово скоро начнут ехать в Россию? Ну, с Монголией закрыли границы, вчера об этом стало известно. Да, с Монголией закрыта граница. Ну, в целом, ваше опасение разумно. С другой стороны, Китай очень жестко перекрывает свои границы. И там, если вы посмотрите на карту, то увидите, что Ухань и провинция Ухань сама по себе раз в 7-8 больше столицы нашей родины Москвы. Понимаешь, это все разумно, но опасность действительно не только оттуда. Это еще к вопросу вот об этом нашем карантине, о самоизоляции, в котором, возможно, если государство принимает все остальные меры, нет ничего плохого. Мы и в Штатах видим, да, у нас политики уходят на самоизоляцию, официально об этом объявляя. Но при этом я не понимаю, почему это делается выборочно. Вот, царь, вот у нас есть государство Израиля, которое говорит, так, на мне, свои, не свои, приехали, будьте дорогие, любимые, любезные, пройти на двухнедельный карантин. Какое количество людей использует Москву как пересадочный узел? Ты сейчас еще, ты на что намекаешь, царская морда? Ладно, ни на что я не намекаю, черт себе. Сейчас еще государственную думу закроем. А то я сейчас от самоподзавода начну работать. Вот именно. Сейчас Государственная дума, там знаешь, сколько народу собирается постоянно? Между прочим, 500 человек, как минимум, на ровном месте. И это только депутаты. А еще аппарат. А до 5000 можно. Больше 5000 нельзя. Так как тоже... Подожди, ну это массовые мероприятия, ежедневно проводимые. Вчера туда лично Владимир Владимирович приходил. Кто гарантирует, что там у кого-то нет коронавируса? Так, друзья, еще раз. В Москве до 10 апреля запретили проводить массовые мероприятия, численностью людей более 5000 человек. На Тверской улице отменили фестиваль «Крымская весна» из-за коронавируса. Отменен митинг, наверное, правильно сказать здесь проправительственный, в поддержку поправок в Конституцию. И, видимо, под угрозой находятся два митинга, заявленные Михаилом Световым на 21 и 22 число против обнуления сроков Владимир Владимировича. Я тебе могу сказать, что все деловые мероприятия передвинуты на неопределенный срок. Вот прямо ПФ, по-моему, передвинут на неопределенный срок и все остальные. Питерский, да, экономический фонд. Ты знаешь, да, нам слушатели сегодня писали утром о том, что человек занимается как раз оформлением разнообразных выставок, вот всех вот этих вот встреч. И человек писал, что я сейчас еду на работу, я в итоге вообще не знаю, зачем я на нее еду. Ну и Сочинский тоже самый форум, да, тоже на определенный. Про Сочинский один из первых стало известно, что его решили. Да, они все начали отменять, 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 отменять. В Москве при этом построят новую больницу для госпитализированных из-за коронавируса. Об этом сообщил Сергей Собянин. Будет все это дело на территории Новой Москвы. Это мобильный комплекс новой инфекционной больницы в рамках режима повышенной готовности. Я надеюсь, показательные выступления за шесть дней будут? Значит, больница появится в поселении Вороновское, вблизи деревни Голохвастово. Получит самое, как утверждает Сергей Собянин, самое современное медицинское оборудование. И больница при этом будет находиться под охраной. Будет ли оно укомплектовано врачами? А будет ли оно укомплектовано не столько оборудованием, на котором, понятно, будет стоять клеймо российское оборудование, но на самом деле оно будет иностранным. Будет ли оно укомплектовано медицинскими препаратами? А? Ну, там, всякими тестами. Нет? Потому что тут вот в связи с курсом доллара-то будет рост цены на лекарства. Потому что у нас лекарства-то, они, конечно, отечественные. Они исключительно отечественные. С маленькой ремарочкой вырабатываются они из ингредиентов, приходящих с Запада, имеющих валютную составляющую. И более того, у нас вот как-то по странному стечению обстоятельства вы же сами же там в больших кабинетах приняли закон, что можете выпускать лекарства, нарушая патентные обязательства. Ну, то есть вот кто-то запонсетовал, а вы его выпустили. И как-то особо сюда не стремятся с новыми лекарствами. Как будем этот вопрос решать? Опять будем лечить? Нет, изолировать я верю. А в Росгвардию верую прямо как Акива в отца истинного вождя народов. Вот то, что заизолируют, это у нас на раз-два. Я предлагаю просто не сразу не больницу строить, а просто очередную зону. Ну, чтобы не морочиться, чтобы не было переходов каких-то. Ну, чтобы люди привыкали как-то уже к естественному ожиданию. Вот. А кроме зеленки, помазать лоб зеленочкой что-то будет? Будет оборудование верую, даже то, что оно будет стоять. Красиво. Может быть, даже будет включаться и делать жжжжж. Препараты. Где возьмете? Химию-то. Все хорошо? 730-101. Телефон прямого эфира. Плюс 7903-797-6333. Номер СМС-портала, Вайбера и Ватсапа. Про видеотрансляцию на нашем канале в Ютуб. Также не забывайте. Потапенко будет. Так, всем доброе утро. Совсем очень скоро у нас в гостях появится педиатр Александр Сиволобов. Автор бот-помощника для родителей в Телеграме Сиволобот. Что логично. Наши слушатели, конечно же... На самом деле, педиатр в первую очередь. Да, вы готовьте ваши вопросы, друзья. 730-101. И антипрививочники все быстро-быстро обзвонили своих к нам в 10.05-903-797-6333. В 10.05 ждем вашего старта. Наши слушатели, конечно же, реагируют на название поселения, где собираются строить мобильную больницу недалеко, в новой, на территории Новой Москвы. Это Голохвастово, вспоминая фильм, конечно же, прекрасный. За двумя зайцами. Олег Костями нам пишет. Больница рядом с деревней Голохвастово. За двумя зайцами. Он вам не целлюрник. Он парикмахер. И чтобы больница была очень и очень. По-моему, это замечательно. Ты знаешь, у нас власти каждый раз умудряются как-то, знаешь, они, видно, не отдупляют, они вот прям входят в какой-то такой паразитический когнитивный диссонанс. Ну, это их право, имеют на это законное право. Так, смотри, пишет нам наш слушательница. Работаю маркетологом в туризме. У нас мало того, что вирусы валюты сейчас естественный барьер к познанию мира опускают, так еще и в связи с отменой массовых мероприятий. Непонятно, будет ли отраслевая выставка МИД на следующей неделе. Крокус Экспо Де Юра находится в Красногорске, то есть в области. Продолжаем ждать новостей, а партнеры тем временем не знают, прилетят они к нам или не прилетят. Я знаю, что очень многие отменяют конференции, выставки, и это проходит в массовом порядке. Я думаю, что отрасль до лета легла на крыло. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции. Ведомства советуют не ходить в торговые центры, на спортивные мероприятия, не пользоваться общественным транспортом в час пик. Если общественных мест, говорят в Роспотребнадзоре, избежать не удается, то нужно носить медицинскую маску, менять ее при этом каждые 2-3 часа. Еще из рекомендации дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия. Вот мы утренние обнимашечки устраиваем всей редакторской группой, понимаешь, а нельзя. Роспотребнадзор не разрешает. Да вообще, то, что мы с тобой наушники одеваем, после тебя их мало ли кто носил, а еще в микрофон говорим. Также ведомство рекомендует пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены. Имеется в виду такие вещи, как полотенце и зубная щетка. Странно, что потребовались уточнения для таких вот вещей. Ну вот это уж я не знаю, сам решай, Дим. Это знаешь, очень непростой вопрос. 730, 101. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро, слушаем. Здравствуйте. Да, вы в эфире. Мне хотелось бы обнадежить всех россиян. Я знаю, когда пройдет коронавирус, когда изобретут инфекцию. Давайте. А инфекцию, по моему мнению, изобретут тогда, когда пройдет оболдование по Конституции. Сразу коронавирус на спад пойдет. Мгновенно. Все, точно. Вы правы. Я, кстати, с вами согласен. 22-го и надо внести противовирусную инфекцию, это как, сыворотку в Конституцию. Подождите, ну а Европа-то почему страдает? А, так ее внесут, в смысле? Запретят, как в Туркменистане? Не, 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 не. Просто противовирусную сыворотку внесут в одну из статей Конституции. И все. Европа будет страдать, а мы не будем страдать, потому что у нас это в основном законе. И все. Понимаешь? Как-то ты вот работаешь на прогрессивном радио, а не как-то быстро не перестраиваешься. Задавайте ваши вопросы 903-797-6333. Напомним, педиатр Александр Сиволобов, он уже у нас вот прямо на подходе. Он делает бот в Телеграме, представляете? Педиатр. Слушай, а вот Рома нам, между прочим, из Перми пишет, что у его сына Олимпиаду в МГУ, между прочим, отменили. В бизнес-центре, где я столуюсь, собственно говоря, там уже вывесили правила, вернее, разослали всем правила нового распорядка, что надо мерить температуру, постараться ограничить. В общем, прямо целое постановление такое написано на каталии. Да нет, ну какие-то, безусловно, здравые вещи в этом тоже есть, но хотелось бы, действительно, ты правильно говоришь, в случае чего, если у нас лекарство. Конечно, потому что это все, это мазать лоб зеленкой, да, это меры предупреждения или ограничения, да, ну даже не профилактика, а просто ограничение социальных контактов. Дальше-то чего? Друзья, мы продолжим через несколько минут, про видеотрансляцию не забывайте.